Прием-прием, здарова всем, с вами Хилл Херц, и это у нас игра Эндр Лилис «Quieties of the Knights». Ух, как волнительно звучит. Громко-громко игра работает, сейчас делаем потише. Так вот, закончили мы на каком-то месте, я, к сожалению, не помню. Мы вроде получили нового духа сама, но сейчас мы все попробуем обучиться. Сама обучиться, не в моем случае, так, ворота есть. Это смена обилок, это хилка, это... это ничего. Окей, окей. Новостей об Элден Ринге, к сожалению, пока что нет, так что... Так что будем играть в другие хорошие игры. Простите за стрёмные звуки на фоне. Так, карта есть у нас, нам нужна карта. Мы можем пойти в правую локацию, как сказали в лес, мне идти нужно после того, как я что-то получу. Так что мы с вами сейчас пойдем просто направо куда-нибудь. Я нечаянно нажал. Уходи. Ну вы рофлите, что ли, да что ж такое? Только про... Прошу, давайте я просто попрошу прощения за посторонние звуки и ничего не буду говорить. О, с самонаведением, нормально, ребята, придумали. Так, а сколько ты про джектайлов можешь выпустить, братан? Не очень-то много, к сожалению. Нужно будет привыкать к летающим противникам, я их не очень люблю, потому что плохо умею с ними сражаться. У нас есть наверху, ништяк, мы его попробуем забрать. Вероятно, пока что мы просто наверх не можем попасть, только и все. Не, ворон очень эффективный, кто бы что ни говорил. Блин, я думал, он не попадет. Виноват, виноват. Ломаем его. Успел даже вернуться красиво. Тупо ништяково. Я могу еще ворон убрать? Офигеть, новости. Ага, я не думал, что эта фигня... Ничего себе! Жижи изо рта наносят космический урон. Надо это учесть. Надо сейчас просто будет гораздо аккуратнее все это провернуть, попробовать. Только что играл в Ascended Mod на Dark Souls 2. Еще немножко не отвык от того управления. Поэтому есть косяки, прошу меня простить, в общем-то. Постараюсь в наверху более осторожно играть. Чтобы всем было приятно. В первую очередь вам. Нормально. Главное все делать на осторожных щах. Чем осторожнее наши щи, тем лучше. Так. Только не делай жижу изо рта. Отлично, уронили и наносим космический урон. Превозмогли. Кстати, на днях было очень жарко. Я не мог даже ничего сидеть и делать. И на телевизоре, короче... Да, не поверите. На телевизоре. На телевизоре включил мультик этот Открытый Космос. Мне что-то так понравилось, такая дичь забавная. Про старик и март я уже всего посмотрел. Вот. Обожаю мультик этот. Кто-то скажет детские мультики, и я все-таки не соглашусь с вами. Но у каждого свое мнение. Так вот, довольно забавный мульт. Так, осколок амулета. Это, по-моему, плюс 5 хп. Да. Шикарно. Если я не ошибаюсь, как-то увеличить можно. Ага, на правой сиську. Вот если вниз, это будет соединение с левой локацией. Но пока что давайте направо сходим. Еще раз скажу, я, к сожалению, не фанат метроидваний. Но сколько сможем пройти, столько пройдем, господа и господа Нессе. Здесь можно сделать баунс вниз. Нажимал на ворот, но испытал фиаско. Давайте ворона уберем. А я могу вниз бить? Нет, у меня планшетак никаких нет, к сожалению. Но жаль, было бы неплохо. Стрела, блин, всегда попадает. Что за дела, дядя? Давай, давай. Ворон, спасай мой анусай. Угроза сверху. Красиво, Ворон спас меня. Лечимся пока не поздно. Такой эмбиот. Прям, я не знаю, даже ругаться не хочется в этой игре. Не поверите. Здесь я тоже не могу пройти, к сожалению. Сейчас кинуем еще днюшку. Главное, получить поменьше урона. По возможности, не ту кнопку нажал. Хорошо, живем. Силку берем. Берем, бежим, побеждаем, превозмогаем. Так, я лечусь, пока не поздно. Ворон, ты серьезно так далеко прилетел? Ё-моё. Летун космический. Я, наверное, пока что направо пойду. В общем-то, других вариантов у нас особо и нет. Так что, что я выделываюсь? Вот это, кстати, неприятно. Когда за ним еще лучник стоит. Так, 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 так. Нам нельзя подходить, брат. Брат, вся надежда на тебя. И на твой урон чемпион. Мы уносим ему стамину. Он падает на пузико. Мы его ломаем. Ломаем его. Роняем его наоба. Лоняем ему писюн. Извините меня. Я, как всегда, о своем. На самом деле, нам бы не помешали. Новые духи. Ну, про джектайла. У меня мало использования всего осталось. Я надеюсь, скоро будет скамейка. Насколько это безопасно. Так, а можно полечиться, пока не поздно? Отлично, успели. Разменялись, грубо говоря. Что тоже хлеб. Вот, как его попросить? Уважаемый ворон, можете пониже спуститься? Я не могу вам дать по щам, пожалуйста. Видно, мы его только сверху сможем достать. Две атаки, нищего себе. Ворон хотя бы не попадает, и на этом спасибо. Дружище, ты зачем сделал самовыпил? Забавный. И еще я все-таки не помню, зачем тут уровень нужен. Типа, что он дает? О, я забыл, что он в спину бьет. Вот он, конечно, петушилка маленький. Так, вызываем ворона на помощь. Ворон вызван. И сейчас я тебе покажу, кто такой Владос чемпион по прыжкам. Это не я. Как вы могли заметить. Ну хорошо, ворон сделал грязь, ворон убираем. Прикольно то, что его можно призвать и отозвать. И это грамотное решение, я считаю. Тогда я полагаю, мы без даблджампа не можем попасть. Нет, самопасть. Почему? Влад очень хочет с даблджампом попасть, нет? Нельзя. Так, здесь у нас уже развилка. Не знаю, можно пойти сюда, можно пойти вниз, кто куда хочет. А вниз мы, наверное, далеко и не пойдем. Ну честно, я тут не хочу драться, я даже ворона не могу позвать. Просто уйду по возможности отсюда. Мне кажется, водные локации нам еще рано. Исследовать. Потом когда-нибудь, возможно, возможно, да, возможно, нет. Кто же его знает? Так, тут, помнится мне, как-то можно попасть на самый верх. Осталось только вспомнить, как. Есть какие-нибудь платформы скрытые? Я ничего не вижу. Так что двигаем дальше. Вот и какие-то платформы. Фига, ворон, нёбра. Прыжочки, бахнул. Блин, какие душные собаки. Никак не могу к ним привыкнуть. А, только это не в ту сторону секция платформинг. Ладно, двинемся сюда тоже неплохо. Собака меня чуть не подгрызла. Было бы неловко. Эй, почему? Ну, ворон, побеждай. Так, остатки. Это было. Ну, описание было. Так, пойдем у этого лучника выключим из игры. Хорошо, что касательного дамага не было. Ну, новый этот. Как эта штука называется? Улучшательный предмет. Туда я тоже не могу попасть. И здесь у нас визуальная зачка перехода есть. Коль я не ошибаюсь. Там ништяк был. Так, а стоит ли мне сюда идти вообще или нет? Ну, в любом случае, это опыт. И здесь платформинг-секция. Ненавижу свалчар позорных. Не знаю, зачем я сюда пошел, честно. Вроде уже пошли. Так что, идем. Это водяная, водная часть локации. Коль я не ошибаюсь. Я вроде бы весьма прав. Ой, секретный секрет. Просто почувствовал. Лесосколы камалета. Слушайте, так тут ништяк есть. Но если я сюда упаду, я уже потом не выпрыгну из воды, да? И еще раз проходить эту душную локацию не хотелось бы. Волчара прыгать умеет? Умеет. Блин, не смогу выпрыгнуть. Я вот не уверен до конца. Ворон, может ты будешь помогать? Ворон, ты совсем глюпый. Братан, ну с другой стороны противники. Ну что ж ты не видишь? А если я не смогу выпрыгнуть? Я не буду рисковать. Сюда мы потом, возможно, вернемся. Хоть и кого я обманываю, не вернемся. Либо надо было пойти в точку телепорта, активировать и потом уже идти. Так, а зачем сюда можно идти? Ой, мама родная. Нихера, брат, ты шо? Брат, зачем так больно делаешь, брат? А ну сай болит. Блин, дочь вырисовку красиво, мама родная. Реально очень красиво рисовка. Блин, нифига вам прям притягивается петушилка. Я ничего не вижу, к сожалению. Кое-как превозмоги просто на лоу хп-шечке. Уф. Новый дух, я его не находил, кстати. Но раз все равно утратишь сознание, то лучше рассудка лишиться. Так, поднимая щит, на короткое время защищает от атак врагов. Стал рыцарем, подражая герою деревни Гельроду, но скверно расслабленным слишком быстро он сбежал. Перед отправлением на фронт и лишился головы, получив обвинение в нападении на собрата рыцаря. Интересная история. Нам было рассказано только что. Я могу сюда пойти. А чё ли я этого? Не знаю, там не штак был. Прямо грудями на пол девочка падает. Не уверен, что ей приятно, но она делает это. Теперь можно и попробовать. Только я плавать не могу. Ё-моё, вот я дурень. То есть я все это время мог пропрыгать. Окей. Очканул зазря. Туда я хочу с той горки скатиться. Надеюсь, никто не против. Я его, наверное, на второй слот поставлю. Уи-и-и-и. Красиво. Красиво. Далеко и эффективно. Блин, чё-то уже прям этот начинает предаться. Эмбиент. Ну ничем. Так, деревенский указ, указ. Огромное лесное чудовище. Пусть отважные воители прочитают это поручение. Докладывают, что в лесу рядом со скалистой деревней появилось огромное чудовище, которое даже воинов-короля не щадит тому, кто его выследит и убьет, полагается награда. А вместе сразимся за родину, рыцарь цитадели Хеймл. Так, плюс квест, полагаю, и я. Нам нет смысла идти в воду, мы не можем ею пользоваться. Так, письмо верующего. Белая церковь и подземный тренировочный лагерь в катакомбах вот главная опора Беловерия. В тренировочном лагере на протяжении нескольких лет проходят обучения те, кто защитницами стать хочет, чтобы силу получить и дух закалить, что для защиты Белых Жриц необходимо. Кандидатов на обучение выбирают из верующих, а в охрану Белых Жриц только 10 лучших защитниц попадают. Так, моя любимая грязная кроватка. У нас есть новый дух, мы которого поставим сюда. Вот. И может быть что-нибудь улучшим? Что нужно для этого? Нельзя. У меня есть 30 вот этих. Ну, на самом деле я пока не знаю, что я хочу улучшить. Я бы, наверное, ворона усилил, честно, потому что мне кажется, он хорош. Так, сохраним. И у нас есть еще реликвия новая. У нас, по-моему... Не, подождите. Значит, ничего нам не дали. Можно взять еще и его. Снижает получаемый урон от врагов. Каев, Каев. Так, как он делает? Тупо можно блочиться им. Ой, у него откат полный. Вряд ли я буду этим пользоваться, но будем знать. А, можно было вниз пойти. Слушайте, а я этой локации плохо помню. Ты добрый? Ты и не добрый, мать твою. Слушайте, а, по-моему, что-то было связано с деревней. Про этого рыцаря нет? Слушайте, едите, у него хп-шки. А едите, я дурачок, то, что получаю урон. У них бывает развернуться. Надеюсь, я тебя, думаю, передамажил. Ломаем, ломаем шутула. У меня вообще нет хп, но мы деремся. Деремся, я к чемпионам. Превозмогаем. Слишком много анимации, на самом деле. Даже немножко мешает. Что, prepare for next стадия? Блин, он меня изнасилует сейчас. Твой обманываю. Он меня победит. Блин, такие долгие атаки. Шансы-то определенно есть, но как долго с ним драться, придется. Блин, клевый амбиент, не могу, прям нет слов. Одни восхищения. Ой-ой-ой, новая фаза. Текай, села, родной. Что, ты думаешь, ты самый опасный на этой качалке? Ну, знаете, он стал злее. Он явно стал злее. И дырить не дает. Душит с отылой. Три раза, четыре раза прыгает. Двадцать раз прыгает. Телось бы отметить, что он стал петухом. Ну, как это за доджит? Ну, серьезно, он этот псин, это постоянно прыгаешь в меня, ты просто петух. А, ну, это можно задоджить, окей. Я сутулый, блин. Сосед начал что-то стучать. Ладно, я думаю, со второго раза одаряем. Теперь я уже на первой стадии не буду так много хп-шки тратить. Я думаю, что все получится. Простите за звуки, если вы что-то слышите. Ну, соседи, что можно сделать, если у них в мозгу один ремонт? Просрал уже трех духов, отлично. Щикардос. Может, это на третью фазу ставить. Если он будет ствать разворачиваться или нет. Блин, я думал, он упадет раньше. Еще, мне кажется, у меня урона что-то не хватает. Немножко не всегда я понимаю дистанцию атаки. Как немножко накаляет, если честно. Вроде бы он не должен попадать, а он берет и попадает. А, у нас еще и фреймы неуязвимости есть. Ну, хорошо, друган. Что, что, блин, раньше ты об этом не сказал? Что ты подготовлен к бою, лучше меня намного. А весь урон ловлю. Здорово. Это я, Влад, ловлю урон. Без регистрации, без смс. Люблю, как говорится, получать урон. Он еще постоянно подходит. Банально, нанося урон тем, что касается меня. Это очень сильно напрягает. Блин, как джем далеко бьет. Я чуть-чуть не смог его снести. Вот ты мудень. А, я понял, как вы боитесь на эту атаку. По идее. Можно ли просто делать джемп? Все, окей, это легко. Это очень легко. Полечись пока, наверное, не поздно. Просто в другую сторону бежишь, и все, сразу. Окей. Добиваем, добиваем, ребята. Ну, шо вы? Шо я очканул? Ой, я виноват полностью. Как бы, какие вопросы кому-то. Ай, ты, мол, не попадя, там попал. Обосрался? Не, не, обосрался, нормально. Живем. Новые атаки, которых я никогда не видел в жизни. Все, как я люблю. Или даже больше. Ну, это я сам зарежу, братан. Дело сделано. Get ready for the next battle, как говорится. Оскверненные, по делам им, по делам. Сейчас история, наверное, будет. Ну да, это и такой весьма важный противник. Снаружи хижины доносятся голоса жителей деревни. Голоса полной страха передо мной, вернувшимся с битвы за цитадель Оскверненным. Я сам решил, что стану Оскверненным, чтобы защитить их всех. Хотя бывают дни, когда я хочу очищения. Время Белой Жрицы Источника и так тяжело. Через какое-то время снова послушались голоса. На этот раз голоса ребенка и Белой Жрицы Источника. Та малютка сейчас стала достойной Белой Жрицей. Я уже разучился улыбаться, но почувствовал, что мое лицо смягчилось. Когда-нибудь я сойду с ума, и, возможно, время по очищению возьмет на себя эта девчушка. Не знаю, сколько мне еще удастся сохранять сознание. Но покуда я себя помню, я буду счетом, оберегающим этих детей. Получается, все были хорошими. И все телесные муки отступают, когда я думаю об этих детях. Получается, все эти вот боссы-мини-боссы были хорошими когда-то. Так, огромный гель Руот когда-то был символом деревни. Его звали рыцарем короля. Но в последние дни своей жизни герой, всегда старавшийся всем помочь, был одинок. Так, молот джианта, создает ударную волну. Так, теперь у нас обилка есть. Можно эти штуки пробивать. Ну блин, так не хочется назад возвращаться, врать не буду. Бесстрашный воин, до самой концы защищавший деревню, до самого конца. Две жрицы из воспоминаний. Ты часто приходила в эту деревню с мамой? Так, я могу теперь пробивать. Прикольно, плюс пассивка. Но на самом деле, возможно, имеет смысл вернуться. Те штуки попробивать, потому что пока мы вроде недалеко ушли. Так, рисунок на стене. Мелом на стене в деревне нарисованы белые жрицы источника и дети, играющие под лучами солнца. А можно мне дочку телепортации? Пожалуйста. Так, деревенский указ номер 2. Запрет на вход в Кото Комбы. Сейчас за пределье. За пределье, за пределье, да. Оскверненные замечены только под землей. И из-за опасности передачи скверный вход в Кото Комбы запрещен. Подхватившие скверну, ровно как и те, кто их укрывает, подлежат наказанию. При обнаружении оскверненного немедля сообщить королевским воинам. Так, плюс немножечко штуки для улучшений. А, ну и тупик, полагаю я. Полагаю я, игра меня вынуждает, говорит братан. Ах, какая ты сучара. Простите, простите, у меня пердак горит. Просто простите. Просто вот, там, короче, работники наверху берут и козлы двигают. Козлы двигают. Вот просто слов нету. 8.04, сука. Каждый день меня этим будет. Я просто предпочитаю... Хорошие, хорошие люди, как бы. Все, простите, я просто лучше замолчаю, а то у меня теперь пердак горит. Так, у нас есть обходной путь, да? Пацаны, не дохренали вас тут? Так, видимо, ее укрыли вместе с деревенскими детьми. Тщетное желание, оставшееся после смерти белой жрица. Что это такое? Сколько страданий ты перенесла. Возможно, память к нам будет возвращаться. Спи же спокойно, жрица. Это еще шумодавы, у меня давят столько говна, вы просто не представляете. И, видимо, нам в любом случае возвращаться назад, потому что здесь мы банально пройти не можем. Есть у меня предположение. Вниз я не могу прыгнуть. Вниз не могу. Так, не могу. Не, не могу, однозначно отходить назад. И искать обходной-проходной путь вниз. Ну, благо, у нас тут несколько вариантов было. Сейчас как раз назад пока пойдем. Еще что-нибудь найдем. Возможно, но это не точно. Будем, как говорится, стараться по возможности. Главное, чтобы никто не воскресился из противников. Будет немножко неприятно. А я могу делать телепортации? Нет, блин, мне нужно... А, я его еще могу взять? Хотя, вроде, он пассивный. Не понял немножко. Он же пассивный, я всегда его... Или... Подождите. Или я могу его взять как дух? Давай проверим, раз уж пришли. Нет, могу. Это, то есть, ультимативная вторая сильная атака. Прикольно. То есть, я в глаза долблюсь. Быстрое перемещение есть. Большая беда в том, что я не помню, где эта секция с переходом. Давайте попробуем здесь. Блин, это было крипово. Я немножко подзабыл. Немножко очканул. То есть, получается, пройти вот эту часть попробуем. Ворон-убийца убивает всех теперь. Что-то хреново, ты воюешь, ворон-убийца. Должен лучше стараться, мальчик мой. Вот до конца, не помню, здесь надо было проходить или нет. Штуки эти пробивать. Да, здесь отлично. А, ну то есть, это не то, что я думал, да? Но все равно, мне кажется, там где-то было место, которое можно было пробить. Сейчас попробуем. По-моему, у меня хп-шки больше от уровня становится. Хоть какой-то плюс. А то что, даже не понимаю, чем тут у меня персонаж занимается. Не улучшается никак. Вот тут вроде можно пробить. И уже, знаете ли, неплохо. Да, отлично, ходите здесь, поехали. Не уверен, что мы хотели сюда попасть. Но anyway, то есть, пути внизу есть. Так, то есть, только таким образом, прошу за звуки, я могу попасть как-то дальше, да? Получается, нам нужно вернуться вообще влево пройти. Но зато у нас есть проход. Давайте сюда и пойдем. Видимо, альтернативно я не мог пройти никак иначе. Слушайте, а вот это я, получается, не люблю, поэтому метро и двани. Фиг поймешь, куда идти, как идти. Будем двигаться по-собачьим. Так, соб. Заблудился немножко. Бывает и так. Не знаю, так быстрее. Или обычной дорогой, ну обычным перемещением. Так, перемещение имеет смысл? Нет, не имеет. Сейчас получается налево, вниз, направо. Пойдем попробуем обисследовать ту локацию. Сейчас как-то вниз попасть. Я их даже немножко передамажить успеваю, что, в общем-то, приятно. Эту фигню я тоже не могу пройти. То есть, получается, я в жизни сюда не могу попасть на данный момент. Вот стой, вот стой, честно сказать. Хотя, возможно, я не прав, возможно, стоит чуть дальше пройти. А, я сюда вообще никак не могу пройти. Давайте попробуем. Потому что, раз я туда проходил, значит, я могу туда пройти. Хороший урон. Немножко завтыкал. Ну, еще меня постоянные стуки соседа сверху бесят. Я из-за этого буду нервным немножко. Прошу меня заранее тоже извинить. И вот где-то здесь надо вниз дорогу искать. Давай, ломаем, ломаем большого. Он делает две атаки, но куда ему до нас? Вот сюда можно, да? Чего? Так, стоять, стоять, стоять. То есть, я могу отсюда вниз пойти? Ну, я не против, если это действительно так. Давай, как говорится, попробуем. А, я сюда даже не попаду. Альтернативным способом. Хотя мне что-то подсказывает, что я и тут не смогу пройти. Возможно. Сюда я пока не могу дойти. Ой, хороший урон. Почему же я раньше этим не пользовался? Он просто убийца. Конечно, он очень сильно меня дамажит. Из-за того, что лочат в анимацию, но тем не менее. Урон да нормальный. Во, я здесь был, походу. Да, я тут точно был. Возможно, мы тут пройти не сможем, банально. А, ну отлично. А почему же я не могу сюда пройти? Куда тогда еще можно идти? Получается, в лес идти. Либо там наверх. Я по-любому что-то где-то не доделал, что-то где-то упустил. Выниз я пока не умею. Мне надо вправо-вниз идти. Наверное, тогда получается мне идти в лес с ведьмами. Из-за интерфейса я не видел вот здесь этой штучки-балки. Что на самом деле не круто. Блин, сутовые волки. Ненавижу. Да, еще опять же я просто ненавижу эти игры, потому что, ну, очень много бэк-трекинга. Просто вот прям очень много. Ну, это чисто личные мои, как бы, предрассудки и недопонимания. А почему следующая локация выглядит желтой? Или это я сейчас в ней нахожусь? Подождите. Получается, желтый выглядит... Желтыми комнаты выглядят те, где я что-ли все обисследовал или как? Немного не понимаю в этом я. И здесь о моей понимании усе. Я нажимал на треугольник, он не нажался. Все, как я люблю. Здесь, как бы, проходная локация. Здесь особо даже делать нечего. Лавелапы, которые не дают отхил. Мое предпочтение. Все, как мы любим. Так, ну и в следующей серии мы тогда, наверное, вниз пойдем. В водяную магическую локацию, которую я терпеть не могу. Она душная, шо пипец. Может, мы сразу... Не, нет, сразу не хочу идти. Давайте сохранимся здесь. И в следующей серии направо вниз пойдем. Пока что премного. Всех благодарю за просмотр. Надеюсь, было хотя бы немножко весело, здорово, интересно. Ну и как-то так. Всем всего хорошего. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки. Также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхерц. Субтитры сделал DimaTorzok